Всем привет! Сегодня хочу рассказать вам о своем небольшом заказе, можно так сказать, парфюмов Фаберлик. Я за них не платила денег, сразу предупреждаю тех, для кого это важно. Мне, можно сказать, их предоставили на обзор, но выбирала я их сама. Мне не ставили каких-то ограничений, что я могу выбирать, что не могу. Поэтому я выбрала то, что хотела, и я думаю, что мой отзыв не будет отличаться от моего отзыва же, если бы я заплатила эти деньги сама. Если вам интересно, оставайтесь со мной. Сегодня я вам хочу рассказать о пяти ароматах из этой коллекции. Не хочу коверкать. Вот здесь написано, как эта коллекция называется. У меня таких пять флаконов сегодня. И выглядят упаковки все одинаково. Вот так. Вот. Вот. То есть, вот они выглядят совершенно одинаково, только вот внизу здесь различается название именно самого парфюма. Во-первых, скажу, почему я заказала их. Потому что я купилась на упаковку. Она выглядит вот так вот интересно. Здесь такая фактурная упаковка, фактурный картон в духе белых флаконов Тома Форда. Сразу мне почему-то напомнило. И мне показалось, что это выглядит довольно интересно в духе нишевой парфюмерии. Сами флаконы оформлены тоже довольно просто. Но уже не так интересно, если честно, и не так изысканно, как их картонные домики. Ну, а теперь поподробнее о самих ароматах. Начну я с аромата, который называется Ализе. Как я понимаю, это у них новинка в этой серии. Это цветочный аромат с ярким морским аккордом, как он описывается. Действительно, я вам скажу, это соответствует истине. Я начала с этого аромата не только потому, что это новинка, но еще и потому, что он мне очень-очень понравился лично. Звучит он очень свежо, но при этом не замылено. Такой аромат довольно тонкий. Мне кажется, как раз хорошо подойдет на весну. Сейчас я вам зачитаю список нот, которые здесь заявлены. Значит, верхние ноты. Лаванда, танжерин, базилик, кардамон. Сердце. Водяная кувшинка. Лотос. Гипискус, шлейф, гелиотроп, лабданум резиноид, мускатный шалфей и амбра. Я хочу обратить ваше внимание на ноты шлейфа. Здесь содержится смола, которая называется лабданум резиноид. И мне кажется, что это один из тех компонентов, который не дает превратиться этому аромату в стиральный порошок. Потому что, на самом деле, когда идет речь о свежих ароматах, именно с какой-то нотой фужер, либо с морским аккордом, очень часто недорогие ароматы, они просто звучат как ополаскиватель для белья. С лесной свежестью или со свежестью горных цветов. Как они любят писать. Здесь эта теплая смола и эта амбра, они придают такой какой-то горчинки и при этом теплоты аромату. Мне кажется, что эта смола, которая здесь содержится, напоминает одну из нот герленовского шалемара. Тоже такой немножечко резиновый, такой немножечко странноватый синтетический аромат. Но, в принципе, он очень интересный и приятный. Для меня он абсолютно носибельный. Стойкость всех этих ароматов я оцениваю как ниже средней. Потому что, несмотря на то, что это парфюмерная вода, то есть, вроде как, концентрация ароматических веществ больше, чем в туалетной воде. Но на мне я их слышу на себе, может быть, час. Потом они перестают совершенно шлейфить. И можно их как-то расслышать, если прям совсем приблизить к коже нос и послушать аромат. Но, в принципе, у них и цена такая, что, ну, может быть, и можно этим фактом поступиться. В общем, аромат Ализе с морским аккордом мне понравился. Следующий аромат, в принципе, как я уже сказала, они все одинаково оформлены. Вот здесь, снизу написано, как он называется. Ни Бланш. Мне он тоже, в общем-то, понравился. Это цветочный аромат, чисто цветочный. В нем нет никаких изысков, как мне кажется. Довольно сильный, богатый такой цветочный букет. И мне кажется, что так пахнут белые и розовые цветы. Для меня он тоже абсолютно носибельный. Я даже не сомневаюсь. Очень приятный. И сейчас я вам зачитаю ноты. Значит, здесь идет верх. Мандарин, эстрагон, липа, перец. Если честно, я абсолютно не слышу никаких мандаринов и эстрагонов. Я знаю, как пахнет эстрагон. Я его просто не могу здесь рассмотреть. Липа и перец может быть. Ну, перец маловероятно. Липа, да, нормально чувствуется. Сердце. Магнолия, имбирь, ландыш, бархатцы. Ландышем хорошо пахнет. Я очень люблю запах ландыша. Шлейф, сандал, ветивер, маракуйя, амбра, ладан. Что самое интересное, здесь заявлен ладан. И очень недолгое время, буквально, может быть, минут 10, я его могу уловить. После нанесения где-то минут через 15, в течение потом 10 минут, я могу уловить нотки ладана. Но они настолько тоже такие ускользающие, что мне порой кажется, что я их додумываю даже. Но мне кажется, что улавливаю. Очень мне этот аромат напоминает какой-то старый парфюм. Я еще помню, была школьницей. И у соседки, у взрослой женщины был вот такой вот похож, очень похож аромат. В общем, этот аромат мне тоже понравился. И мне кажется, что он, в принципе, довольно универсален. Может быть, в нем нет ничего особо выдающегося. Но мне кажется, зато он многим подойдет. Следующий аромат называется Бриз Дамор. И мне он не понравился совсем. На мне он раскрывается достаточно плоско, достаточно скучно. Как-то я себя в нем чувствую, как не в своей тарелке. Как будто я взяла чужой парфюм. Не знаю, набрызгалась, а он совсем мне не подходит. Значит, он идет цветочный зеленый, по-моему, или цветочно-фруктовый зеленый. И ноты у него такие. Жасмин, нероли, лесная роза, зеленое яблоко, ананас, гальбанум. Это верх. Верхние ноты. Ноты сердца. Лилия, фрезия, ландыш, роза, ирис. Ишлиф, абрикос, ваниль, амбра, мускус. Как я поняла, любят они напихать амбра и мускуса в эти ароматы. Но, в принципе, я не против. Я очень эти ноты люблю. Но, к сожалению, именно в этом аромате они никак не спасают ситуацию. Сейчас я пытаюсь в нем рассмотреть все эти заявленные прекрасные компоненты, которые я так люблю. Жасмин, роза. Но я ничего этого не ощущаю. Я слышу, хорошо слышу зеленое яблоко, но оно не очень приятное для меня здесь. Оно здесь какое-то скорее, как у дешевых гелей для душа. Но, в общем, моя оценка этому аромату отрицательная. Он мне не понравился. Остались два восточных аромата, очень пряных. И для меня они, в общем-то, похожи этим своей пряностью, своей теплотой. Но давайте о каждом по отдельности. Это у нас Рубис. Он идет цветочно-пряный, восточный. Он действительно очень пряный. Сейчас я вам зачитаю. Верхние ноты. Лотос. Турецкая гвоздика. Цветы японской вишни. Вот. Это, наверное, третий раз в жизни, где я встречаю такую ощутимую гвоздику. Третий мой парфюм в жизни. Ноты сердца. Грасская роза. Египетский жасмин. Почули. Сандал. Шлейф. Ваниль. Персик. Листья инжира. Опять амбра и мускус. Наши любимые. Значит, аромат не для каждого. Сразу предупреждаю. Но он довольно сильно такой терпкий. Жасмин здесь чувствуется хорошо. Почули чувствуется хорошо. К сожалению, сандалы я здесь практически совсем не ощущаю. Цветы японской вишни я тоже здесь не ощущаю. Может быть, я ожидаю какого-то другого аромата. Потому что у меня нет живых цветов японской вишни, что нас равни. В общем, аромат, конечно, неоднозначный. И, как многие бы посчитали, скорее всего, он подойдет для холодного времени года. Я лично для себя, например, допустим, я куда-то иду утром на работу или еще куда. Я совершенно точно не возьму этот парфюм, не набрызгаюсь им. Потому что можно передушить просто полмаршрутки. Но, в принципе, он настолько быстро выветривается. Вот сейчас, когда я набрызгала в этот флакончик, я уже носила его на коже. Я знаю, как он на коже раскрывается. Выветривается он достаточно быстро. Остается теплый, цветочно-пряный аромат. И здесь гвоздика идет скорее не как в виде цветов гвоздика. А мне слышится именно гвоздика как пряность. Такой вот он теплый, восточный. И остался у нас вот такой вот аромиат он называется. Он охарактеризован как пряный восточный аромат. Он очень пряный. Здесь, кстати, тоже заявлена гвоздика. Но уже именно в этом аромате я слышу гвоздику как цветок, а не как пряность. Хотя пряностей здесь очень много. Такое ощущение, что находишься где-то в магазине, либо в отделе с большими такими открытыми коробами, мешками с пряностью. Мне нравится очень-очень. И аромат не горький. Он терпкий, но он сладковатый чуть-чуть. И сейчас я вам зачитаю ноты. Значит, идет верхняя нота гвоздика, кардамон, корица. Да, корицей, кстати, довольно хорошо пахнет. Сердце, индийские специи, иланг-иланг, фиалка, тубероза. Не слышу ни фиалки, ни туберозы. Мне кажется, что здесь специи настолько захватывают просто все возможное пространство, как газ. Захватывают весь доступный объем. И шлейф, значит, здесь идет сандал, ветивер, пачули, ибеновое дерево, розовое дерево и ваниль. Я хорошо слышу пачули. Но, в принципе, пачули это достаточно яркий запах. Очень яркий, как правило. И при прочих равных условиях он звучит ярче всех остальных. Поэтому неудивительно, что я слышу именно его, именно этот компонент. Вот сейчас немножечко улегся аромат. Но очень пряный. Это тоже не тот аромат, которым я захочу набрызгаться утром, когда собираюсь ехать в общественном транспорте. Или, например, сидя в офисе. Нет. Скорее, это аромат для зимней прогулки. Аромат для, по крайней мере, хотя бы холодного времени года. Но и уж точно не для утра. Также я бы хотела сказать, что мне понравилось в этих ароматах, это то, что у них запах спирта при первичном нанесении. То есть, когда вы только нанесли, часто так бывает, что у многих ароматов хорошо слышен запах спирта. У этих не очень хорошо. То есть, какое-то время слышно, но, во-первых, он не сильный. Во-вторых, он довольно быстро исчезает. Но, опять же, может быть это потому, что сами все эти ароматы довольно насыщенные, довольно многозвучные. Они практически все не звучат плоско. Мне они, в общем, понравились, кроме Бриз Дамур, который для себя я нахожу каким-то, как я уже сказала, средством для стирки белья. Ну, просто он на мне вот так вот странно раскрылся. В общем, вот такое было видео. Скоро будет еще видео про парфюмы, тоже с Фаберликом. Но уже другие, не из этой серии. Я надеюсь, что вам было интересно послушать. Может быть, что-то вы возьмете на заметку. Может быть, что-то вам было интересно... Было бы интересно самим попробовать. Расскажите об этом. Всем спасибо за внимание. Всем пока.